Не-не-не, ничего особенного, просто некоторые рассуждения. Так скажем, мы постоянно говорим всего о книгах, но параллельно мы еще говорим о нашей активности, деятельности и так далее, и так далее. Ну кто о чем, а я, короче, как всегда. Простите, пожалуйста, почему? Почему? Потому что вот ответственность ощущается, и хочется и дальнейшие книжки издавать, ну вы знаете, у нас некоторые тиражи закончились, но не переиздать там, и так далее, и финансово туго. Я уже неоднократно говорил, ребята, ну поддержите нас, вот мы с друзьями создаем посты, в каждом посте пишем, вот обладаем исключительно управные здания, книг это правда, уже многие это признают, уховатывают, да, и прочее. Ну мы выставки проводим, рекламные щиты некоторые вешаем, ну озвучиваем, я бы хотел озвучить, допустим, тут же первое там зеркало, я вот слушаю второе, а Есикова, ну как-то уже не то, да. Я думаю, что бы не озвучить одним голосом, да еще так красивочка, да, ну финансов на все не хватает. В долгах мне жена говорит, а опять денег нет, успокойся, мы уже там 7 лет так живем, уже никогда денег нет, ну все в последний момент как-то вот ниточка к ниточке происходит, сшиваемся, там оно пока вот это. Ну это трудно, но тем не менее. Я вот, ну обращался, ну на выставку помогите, на питерскую помогли, здорово было, там суды, когда, помните, были там про этого, мегре, там, да, тоже помогли, вот все общественными деньгами удалось закрыть, очень хорошо, и я хоть это, не обхезвался, простите за выражение, ну для меня оно понятное. Было бы стыдно, если бы я там, ну не мог бы я, не любил проигрывать очень, в общем, сдержали, как говорится, да, достоинство, хотя вот автор не сильно поддерживал, ему очень нравится, такой человек. Вот, сам расписывается в своих решениях, мне не суть. Так вот, вот в сентябре выставка была, ну это же в ДМХ, это международная выставка, уровень. Представляете, если мы, ну реально, за двое суток мы окончательно решение приняли, и только кто-то сказал, ну как же вы не будете, так давайте. Ну и чуть-чуть там поддержали, ну еще чуть-чуть, как-то так вот, два-три человека скинулись, и мы как-то решили, ай, ладно, выручкой потом докупим, ну нас там уже люди знают. И мы вот сначала отказались от выставки, да, а потом взяли и в последний момент заскочили, и так получилось, что 4 метра угловые нам достались. Ну кто-то тоже отказался, потому что, ну дороговато, 72 тысячи мы бы посчитали бюджетом. Ну ведь важно же понимать, мы же не коммерцией занимаемся, вы понимаете, да, как Николай Ильич совещал, чтобы цены на книги были недорогие. Ну вот у многих людей мы стараемся недорого удержать, всегда, и акции устраивали, там, помните, за тысячу рублей две книги и так далее. Ну вот, я вам скажу, ну давно выставками занимаемся, вот кого не лень, разные культурные центры, там, израильские и так далее. Там вообще, ну гектарами снимают, извините за выражение, образы, да, столько там деятелей, понимаете, и красивых девушек, там, и так далее, они всем раздают вокруг, там, так как муравейник возняет, понимаете. И столько различных книг, и на детскую тему, и прочее, прочее, там, да. Ну там всякие Дэн и Браун, и каких-то вот, ну реально, десятки, даже не один десяток, а десятки разных там течений, философий, и прочих, прочих. Даже уже среди славянства там идет разделение, наверное, их там штук пять явно выраженных таких, вот, знаете, со своими, ну, эмблемками и так далее. А мы тут все как коллеги, книги Левошоу, выталкиваем из последних сил, ну купите же недорого, по сто рублей за сказ, вот тираж кончается. Ну, ну не суть. Ну, я понял, что, знаете же, короче, ничего никогда не получится, пока сами не захотят, ну, посты бесполезны. Честно скажу, помогаем, да, посты вот эти делать. За полгода пришло от одной бабушки в конце августа 400 рублей. Я не считаю, что на Яндекс деньги вообще ни разу не пришло. Ну, тасатишь у нас висит, поддержите нас, пожалуйста, мы стараемся, да, вот. Чудом какая-то бабушка, я не знаю, неожиданный платеж, он пришел мне на карточку, 400 рублей. И, естественно, есть несколько человек, их не больше пяти, которые, ну, чуть-чуть понимают все-таки, как следует. Понимают, это наши друзья уже, даже не единомышленники, а и соратники, друзья близкие, да, как член, ну, как бы, синий, может сказать. Ну, естественно, осознают, в какой-то момент от себя отрывают и нам говорят, давайте, да, помогают. И вот так это все происходит. Но я подумал, так же не может всю жизнь продолжаться все-таки, да, это же важно дело. И я вдруг понял, надо новую схему изобретать, я же все-таки предприниматель. Я, может, с удовольствием оставил все это дело книжное, честно скажу, у меня опыт имеется, ну, зарабатывать денежку, я раньше много работал, но не получалось. И я, надеюсь, что, рано или поздно, я тоже поменьше буду этим заниматься, ну, вот. Но как только я начинаю от этого удаляться, тут что-то начинает хромать, конфликты и так далее. И я подумал, надо как-то такое, чтобы еще и было, ну, в одном направлении. И я придумал, я уже несколько недель этим живу, ворюсь и прочее, прочее. И кто видел, я вам показываю, да, кто обратил внимание, я вдруг обнаружил совершенно случайно, давно старался, книги Николая Викторовича, которую, я давно хотел найти, но трудно было. В Москве вообще невозможно, в Петербурге нашел. Вот, нашел такую книгу, великий Розенкрейцер, да, Левашов об этом писал, если вы помните, он говорит, я тоже в какой-то степени похожую судьбу и волхую, да? Да. Что вот я получил все посвящения, когда был, потом вернулся в Россию и тут, как говорится, там, да, проявил на полную катушку, да? Я давно эти книги прочитал, давно вдыхание, я читал их в электронном виде, и когда вот там, ну, какая-то мне версия попалась, там, букв каких-то не хватало, там, я так и не понял, Захария Фовина, как это у меня по-другому звучало, я так и не понял, как по-настоящему, ну, как-то проглотил эту книжку и так далее. И вдруг я узнал, что, оказывается, по закону, репринтное издание книг, это несложно. И поэтому, друзья, кто захочет, вот анонс небольшой, да, наше издательство немножко расширяет вектор деятельности, да, и таким образом мы постараемся сделать небольшими тиражами, уверяя, ну, качество максимально стараться делать хорошее, но оно будет стоить дороже, чем обычно, сразу говорю. Ну, эти книги будут покупать те, кому они нужны. Но имейте в виду, вот этот мой, так скажем, новый вектор направлен, да, если на книге Николаевича обязан, да, низкие цены держать, да, то на эти книги никто меня не заругает, если я скажу, вот, себестоимость у меня будет, допустим, и как все нормальные издательства умножают все это дело как минимум на три и так далее, но я, честно говоря, с удовольствием за тысячу, за полторы такую книжку купил бы, репринтное издание, ну, потому что важно, да. Вот одно из направлений, ну, сразу предупреждаю, имейте в виду, средства от вырученных вот этих вот направлений, это не все, это только начало, я сейчас еще хочу покажу, это интересно. Средства от этих вещей, они пойдут, естественно, вот на развитие же вот этого всего, потому что, ну, мы только этим и занимаемся уже с утра, за вечер, уже даже хоз-вопросы какие-то там, жилье и так далее, ушли на задний план давным-давно, там, ну, мои близкие, близкие Светлана, она смотрит, как уже на фанатиков, они поняли, что мы уже не септанты, мы лунные люди, и некоторые окружения поняли, раньше боялись, септанты какие-то там, куртюшку были, выставки, носятся, как придурки, да, какие-то там, ну, счастливые, главное. Поэтому, мне это интересно, чтобы у людей появлялось, ну, я понимаю, что в 21 веке многие книги можно скачивать и читать в читалках или с компьютера, безусловно, но есть такие книги, особенно у круга читателей книг Николая Ревашова появляются, да, которые хорошо бы иметь у себя на полке время от времени, пересчитывать и так далее. Вот для желающих, сразу говорю, чуть-чуть дороже будет, но имейте в виду, мы что же, люди, мы что же состоим из каких-то необходимостей и нужд, да, и все знают, что мы не жалеем средств и на отзвучку, и на издание, и на переиздание, и на, ну, командировки в разные города, да, ну, денег стоит, а где их взять? Вот, соответственно, это первое. Подожди сейчас, пока мысль не убежала. Потом, помните, Николай Викторович проводил, ну, там, карты Тартарии, к примеру, да, помимо этих книг я сегодня не стал брать некоторые старинные карты, где Тартарии есть, но они у нас уже имеются некоторые, и сейчас тоже не привозил, мы будем стараться в рамках, красивочка, ну, представляете, сколько у нас у всех есть дома, квартиры, подарки, там, друзьям и так далее, да, ну, за полторы, за две-три тысячи, да, я сразу скажу, не оригинал, но копия, оригинал будет храниться в надежном месте вот у меня, ну, а копию, пожалуйста, для всех желающих приобретайте, и имейте в виду, что там копеечка будет заложена для того, чтобы вот это было. Ну, я думаю, что за три тысячи вот такого размера карта Тартарии, которая красивая, да, и там написано «Скифия», а не какая «Римская империя», и Николай Викторович свою иллюстрацию, да, ну, к примеру, да, в зеркало, в том томе ее опубликовал, хорошо же иметь, хорошо иметь, я тут даже себе записал, у нас появилось желание делать те же самые футболки, допустим, да, а почему бы нам не создавать образы, у меня есть один, ну, в Питере знакомый, тоже участник движения, он нам помогал вот эти ролики делать, Максим, по откровению, там, вот, в «Соколе», он очень талантливый человек, и он, как тоже дизайнер, и так далее, он, я к нему домой как-то пришел, смотрю, футболки какие-то, кромсают, там, птички какие-то, и все остальное, я говорю, Макс, ты что издеваешься, мне хочешь, типа, я же Паташкин, да, птичку, он говорит, да нет, это мне платят, там, ну, типа, тысячу рублей за дизайнерной футболки, я говорю, о, Макс, давай сделаем, ну, что это такое, для нас, для читателя, он говорит, да запросто, и мы уже начали с ним колдовать в этом направлении, красивые, там, те же футболки, даже толстовки можно с нашей символикой, тем более в Питере есть такая фирма, Гардарика, знаете, да, они идут в славянской, там, все со свастиками, такие, ух, я думаю, а мы, что, хуже, что ли, тоже сопутствующий товар, вот, я точно не думал, что до такого дойду, потом, гравюры, я сейчас включу компьютер, ну, или, Рома не включит, кое-какие вещи, я обратил внимание, там, некоторые гравюры, но, на мой взгляд, вообще уникальные, вот, ну, там, всякие сувениры авторучки, это тоже сопутствующие, поэтому, кто, как говорится, при деньгах ночи поддерживать нас будет, мы будем только признательны, вот, под мою ответственность, мы это все делаем и никуда не профукиваем, ну, многим это очевидно, вот, а кто захочет приобрести для себя, вот, какие-то, какие-то, ну, раритетные вещи, милости просим, я надеюсь, в ближайшее время мы это все вытолкнем, специально создадим страницу на наших сайтах, или отдельно сайт, и так далее, сейчас думаем, что-то такое появится, но, я же сказал, что-то интересное было еще есть, да, гравюры, там, и так далее, и так далее, потом какую-то скручиваю, и, наконец, это самое, да, я с собой прихватил одну очень интересную книгу, и очень старую, я, честно сказать, когда искал вот эти вот книжки волхвов, ну, поболтался по Питеру, по букинистическим магазинам немало, вот, и совершенно случайно набрел на один такой, где, ну, просто книга сама на меня выгляделась, и я ее решил вот разрекламировать, так скажем, и вам ее с вами взял. Знаете, какая она большая? Вот такая книжка, представляете? Эйна, подержи ее чуть-чуть. Прежде чем ее раскрыть, я приготовил еще некоторые такие рассуждения, в нудный порядок, вот, видите, наши книжки вот такие. А эта книжка так кривишка, правда? Старая, очень. На французском языке, между прочим. Ну, вот так вот было дело еще, когда олигархи тех времен разговаривали на французском. Сейчас-то они все на английском, да, на английском. И еще я обратил внимание, что не только книги раньше были, а еще и деньги раньше были тоже, каких-то больших размеров. Ну, я люблю вот это на себе, манерки там у них с детства, да? Представляете, вот для примера могу сказать, что советский рубль любил люди вот так. Ну, понятно, да, разница? То есть их вот тут можно несколько десятков, ну, не засунуть. Ну, вот рубль, а вот 100 рублей. Нормально. Правда? Более того, я еще вот взял такую деньгу, ну, это я для себя, это из моей коллекции. Ну, скоро она тоже будет, наверное, экстремистской. Вот, называется 1000 рублей, это 17-й год, временное правительство выполняло России, не большиняки. Вот, а здесь по центру свастика нарисована. Мама-то знает об этом, да, что такие деньги существуют. Ну, те, кто немножко думают, увлекаются, да, то есть на вышли, как минимум, на здоровье ментальное. Кто захочет потрогать, нет проблем, лично. Вот здесь в центре, вот видишь, это свастика настоящая, да? Поймите, не только фашисты свастику использовали. У меня есть тоже несколько хороших книг, подтверждающие, я с авторами уже некоторыми познакомился, что свастика до эволюции, ну, до Гитлера, вообще почти везде использовалась, и там, не только в деньгах. Ну, сам да. Да и все понятно, ну, что это галактика. Симулы движения, коллаврата, Солнца, там, галактика и прочее-прочее. Ну, как он по-другому еще используется? В частности, скажу, когда мы с Солидаром делали вот этот макет, ну, я ему идею вырисовывал, а он это... И у нас в одном месте тут, ну, как галактика, ну, даже не свастика, а вот как бы, ну, реально галактика. Я говорю, Ильдар, пойми меня правильный, я-то за, дело хорошее. Ну, не так поймут люди, прицепятся и начнут вот за запятой тут воню разводить, извините за выражение, но по-другому не скажешь, да? Вот, не те материи у них исходят, или еще что-то, не в ту сторону завернут, а там, знаешь, кто-то находится, в какой-либо внутри, и так далее, и так далее, да? Я говорю, давай, ну, уберем что-нибудь так, образ, символы, он говорит, ну, ладно. Да это же, говорит, галактика, как, я говорю, Ильдар, пожалуйста, долго объяснять. Так же было делать. Ну, вот, и вот вышло так, без галактики. Хотя имеется в виду, видите, здесь шести лучевиков, и вот, как бы, раскрыта одна из вот этих сфер, да? 8, 7, 6 материй, да? По одному календарю, понятно вообще. За это тебе, ну, спасибо, что было. Только благословение на 18 лет. Прям, видели, на второй, ты селедар сам создал. Я ему просто говорю, идею, хочу вытолкнуть календарь. Сам все оплачивал, он говорит, да, сейчас запросто, за полчаса сделаю, прислал. Вот, ну, вот здесь вот сфера, тоже красивая. Один маленький год, рассмотреть столько всего, проваливаешься в этот образ. Ну, вы гений вообще, ну, только он не раскрыт. Год назад книга была в интернете, никто даже не обратил внимания. Я вот думаю, то ли мы с тобой такие талантливые, то ли вот правда инвалидная. Я вот хочу это понять. Я надеюсь, в этом воплощении мы разберемся, верно? Ну, как-то можно было пройти между этими вообще. Так, с чего начали? Все-таки у Светланы Васильевны Де Рогана-Баренской вчера был день рождения, день воплощения. Это важное событие, не менее важное, чем это, потому что книга уникальна, вы помните, да? С любой страницы начинаешь что-то читать. И вы знаете, вот я вам показываю, вот создание, так, во-первых, что это за книга? Это книга, наверное, вы знаете, чего? Есть такой, вот, не, не, понимаешь, вот так, я ее просто на уголоке себе расположил? Ну, используем книжку, тоже можно, не слышно, 1 метр. Иногда у издателей книга может исполнять подставку, да? Вот, Палас Пити, я скажу обычно так. Тут читал откровение, знаете, да, что были могущественные Медичи во Флоренции, у них там штаб-квартира была и так далее, и так далее. Короче, у их последней усадьбы, так называемые, большой, мощный, да, там, ну, наш Эминтаж отдыхает, там очень много произведений искусства, ну, такое, да, пространство. Их последняя усадьба, Медичи, превратилась в Палас Пити, ну, музей в настоящее время, там, все туристы ходят, зевают, никто ничего не понимает, и раньше зевали так же ходили. Так вот, эта книга 1842-го года по этому календарю, который сегодня в Европе у нас есть. 1842-го года, ну, и написано «Палас Пити», она такой красивой бумаги, состояние книги великолепное. Интересно, правда же, да? Ну, я не смог, она вывалилась. И главное, я ее недорого прибрал кругом, реально. Мне сказали, это первый том, да, здесь написано «Том 1», а есть такой второй том, такая же книга, она находится в Париже, там, в Лувре, в каком-то музее, в каком-то полочке и так далее, и она вообще достояние, я могу сказать, там, реально, да. У меня денег нет даже по той цене, я, честно говоря, на кредитную карту Сбербангу ее взял, надо будет потом купить это все. Вот. Жена меня прибила сразу, сказала, ты что творишь? Я говорю, отстань, не с моего подела. Хочу. Ну, помните, когда вот Светлана описывала в Откровении, да, о том, что очень много картин, где, ну, мать Мария, да, смотрит на, ну, изображены два младенца, и она смотрит всегда на старшего, да, и так далее. Здесь с дюжин у таких картин, и это говорит о том, что это, причем не просто иллюстрация, это гравюра определенным образом выполнена, ее приятно рассматривать, и так далее, и так далее, да. Вот, и вот видите, допустим, написано, да, ну, Санта Фэмили, здесь описание, то есть она с папиротной бумагой, с такой, как все положено, сделано, да, и написано, ну, Санта Фэмили, то есть часть чуть-чуть перевода я, ну, впитал, как говорится, да, вот, не все до конца, ну, в ближайшее время все переведу окончательно. Вот, и так называемые вот тут. Уверяюсь, интересно рассматриваю. То есть, я, так как бы, ну, произведение искусства посматривал, и я знал, потому что есть Флоренция, и там музей, и так далее, и руки иногда доходили в Яндексе, там, рассмотреть в картинках, да, какие-то вещи. Ну, так, чтобы вот это вот давно было в таком варианте, и так далее, это только цветочки, я вам сразу говорю, здесь много таких картин, я даже не все их открыл. Вот, видите, написано, ну, святое семейство. То есть, в то время для элиты, ну, для олигархов, которые говорили в нашей стране, ну, это в Питере книга оказалась. А сейчас в кинетическом мулее кто-то принесся за пару бутылок, можно сказать, ну, или там, за пару хороших бутылок, да, ну, образно говоря. Ну, в общем, эта книга случайно попала ко мне в руки. Я даже покажу фотографию, где я там фотографировался. У меня документы же есть, все ее приобрел. Вот. Опять вот святое семейство. Интересно же? Вот, видите, здесь вот есть взрослые люди, ну, женщина, мать. Ну, я только тут, этот, Иоанн Креститель, долгая легенда, но Светлана в своей книге описала, какой там Креститель, да. Чуть постарше, чуть помладше, примерно того возраста, и все, да, смотрит она на того, который постарше. И вот такой эмоциональный подвижный, да. Но я увидел, что здесь есть мужчина по имени Мароны. И те, кто читали откровения, помните, там был кардинал Марона, который он умер, но перебегли Сидор, ему там по здоровью помогало, да. Я не буду утверждать, я пока еще до конца не успел, времени не было, я только из Питера приехал к вам сюда, и сейчас опять выйду. Жен-Баттист, Мароны. Ну, что-то не подсказывает, что это близко к той истории, до живопрекомного возраста, как выясняется, да. И здесь вот, ну, гравюра все есть, у меня фотографии есть, я покажу более крупно. И, судя по глазам, тоже умный человек. Там есть некоторые люди, ну, царских особ, ну, глаза не такие умные, честно, честно скажу, да. Но, тем не менее, на мой взгляд, это интересно. Опять, следуя семейства, да. 1842 год. И раньше олигархи в Петербурге, а это же столица Российской империи, в то время, только-только, можно сказать, Стеньку Уразина казнили, да, что это сейчас, Пугачева и так далее. То есть, ну, после Наполеона несколько, можно сказать, дней прошло, судя по историческим событиям, да. Ну, и дальше-дальше тут, ну, безусловно. Короче, вот это вот семейство Медичей, оно потом каким-то образом, естественно, превратилось там, ну, наверное, церковь приватизировала, как обычно, как и дом из Ватикана, в Ватикане. Я, кстати, когда я купил книгу по Ватикану, там, интересно, тоже старинную, и сейчас это все изучаю, впитываю. И там есть такая фотография, ну, там и старинная, и современная, ну, в любом случае, она давнишняя. И там фотография, вот, написано, ну, купол такой, и на куполе не крест, а, я, может, даже сейчас покажу, а такие какие-то шарики написаны, это фонарь. То есть, купол, а там фонарь. Ну, как ты нарисовал примерно? Ну, сейчас покажи, тоже интересно. Ну, в общем, не буду все сейчас... Видите, вот еще то же самое, картинки такие, закладочки уставил, да? Вот то же самое. Да тут их масса, 125 гравюр. Все в идеальном качестве. Вот я их хочу, как минимум, отсканировать. И так же в рамочках, красивочках, кто захочет, сделаю сайтик и так далее, так далее. Лично я был бы очень... Ну, вот, кстати, открылась, да? Большая такая, да? Вот оригинал есть, а вот куполе в хорошем качестве я нашел способ сделать так же, как это гравюр, там, что-то с медью как-то связано. Ну, конечно, не изучил, но должен быть красиво, как-то старину выглядит, на такой же бумаге. Ну, мы с вами знаем историю Изидора, так ведь? Повествование Изидора, правда же? И мы сейчас можем смотреть, как это было, ну, как произведение искусства, да? Причем это почти 200 лет назад, созданный документ, между прочим, важный, да? И подумать, что за лица здесь присутствуют. Ну, это же интересно, на мой взгляд, да. Я надеюсь, это не только мне интересно, хотя время пока что. Ну, судя по тому, что наши книжки все-таки продаются, наверное, все-таки многим это интересно. И за деньги же продаются, мы же их не разбазариваем. Вот, поэтому я счастливый обладатель такой литературы. Сразу скажу, ну, мне не по карману такие книги держать. Если кто-то, на камеру скажу, найдется, кто бы захотел, так скажем, владеть этой книгой, ну, я называю так, ответственное хранение, ну, в кругу наших читателей, чтобы не пропало, как говорится, да? Ну, потому что мне деньги нужны всегда. И даже если дадут много, я все равно знаю, куда пристроить. Ну, то есть очень много я уже не смогу быстро, ну, какое-то количество, несколько мульончиков, хотя бы спиток, я знаю, да. И озвучить, и фильмы доделать. Я Ильдару сразу говорю, Ильдар, имей в виду, скоро потребуется сделать как анимацию мультик, да, вот на эту тему. Из этих иллюстраций нужно будет создать мультик. У нас с тобой, ну, перспективы и так далее, и озвучить надо. Ведь я же знаю точно, что родители современные. Дитю, типа, там, сами на кухне кушать готовят, да? А дитю Яндекс, там, Ютуб включают, там, мультики. В лучшем случае русские, да? Ну, старинные, там, сказки Роу и так далее, ну, добрые такие, это в лучшем случае. А то бывает, там, Том и Джерри, или, там, какой-нибудь Пап Суету и так далее, еще хуже, да? Ну, я же понимаю, времени у людей нет, даже на такую презентацию приехали. Ну, ничего, мы будем развиваться и повышать уровень своего ораторского искусства постепенно. Я надеюсь, что будет больше людей. А пока я очень рад с вами, признателен, что мы с вами разделяем это событие. Вот, поэтому мы не стоим на месте, сами двигаемся. И вот, я надеюсь, что мы штаны не борьем в разных городах и в разных направлениях, но, тем не менее, плюсы. Вот, поэтому развиваемся сами и, естественно, движемся в этом направлении. Вот. Имейте в виду, что вот такие мы будем продавать, там, ну, за относительно небольшую денежку в оригинальном варианте. У меня таких не стоит, копии не надо будет, да, со смастиками. Просто плохо иметь такой документ. Вот, ну, с конвертики, пожалуйста. Вот. В общем, это, готовим такое направление. У меня таких книг уже несколько десятков. Ну, это очень дорогая. Ну, кто захочет приобрести эту книгу, я выставлю ее, как это, на ультренекцион. Ставка, это, начальная цена 50 тысяч рублей. За что купил, за то продавил. А там, кто больше нас, хорошо. Ну, уверяю вас, это вложение очень хорошее, потому что, по моим, ну, наводкам, ну, короче, эту книгу принесли, я ее, может сказать, тут же выкупил. Эта книга стоит вот нескольких сотен тысяч рублей уже сейчас. Ну, просто я не настолько квалифицированный, чтобы понимать. Да, нескольких, возможно, и даже миллионов. Ну, почти 200 лет, и это действительно произведение искусств, изданное во Флоренции. Это не просто какая-нибудь там залетная, да, там, контора для каких-то олигархов. Да я вообще не представляю. Это только первый том. А есть такой еще второй, и один из этих томов находится во Франции, в Лури. Тоже серьезные вещи. Ну, он на меня выпал, я не смог бы ему пройти. Вот, ну, еще раз говорю, для меня такие деньжища, это ого-го, учитывая, что весь в толках, как в шелках, а жить надо. Поэтому, буду стараться, я ее отсканирую и сделаю такие копии. Ну, если кто-то, вот, на ответственное хоронение, ну, буду только счастлив. Вот, поэтому, я надеюсь, было приятно. Вон, даже документ есть. Вот, видите, первый том, пяти, пятьдесят рублей. Ну, вот, поэтому, мне гораздо приятнее вот таких календарей, несколько, там, тысяч людям раздаривать, вот, с такими прекрасными иллюстрациями, чем на полке вот такую, держать у себя. Ну, надо знать, чтобы... Вы же помните, когда Николай Ильич не стал... Где вот... Где вот... Ну, вот, там, кусок плиты, допустим, это самое, да, потом, помните у него, ну, британская энциклопедия, да, и так далее, ну, вот, мне вот интересно, я активный читатель, я издатель книг и прочее, прочее, я бы с удовольствием отсканировал, вот, ну, британику, да, 71-го года, 1771-го года, где она, кто знает тайна, все, как-то тайна там, понимаешь, уже столько лет, и все станет. Николай Ильич вообще никаких тайна не делал, да, да, кстати, еще одна из идей, помните, он приносил Ремезовскую летопись книгу, да, у меня есть компия идеального качества, я ее хочу тоже, это, реклентные знания сделать, с картами, все, чтобы было у Николая Ильича, ну, может, обложка не такая, позже тиснение, попроще, но, тем не менее, вся та же самая книга, надо и было, так что мы развиваемся, думаем мы о наших читателях, чтобы было, ну, это рубль и... То есть, это 100 рублей существенные, да, да, ну, и, вы знаете, да, что говорят, двери были большими, много, что там, да, интересно, но тот же рубль в те же времена, вот, как мы делали, ну, даже с рублем сработал, да, интересно, интересно, вот, так что, все, я считаю, на этом можно закругляться, завершать, вот, я благодарю всех, кто пришел, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь... Все это поддерживают, так что я уверен, не пройдет и года, мы будем уже 2000 экземпляров пересдавать новый тираж. Я на это надеюсь и призываю многих людей поддержать. Автограф, пожалуйста. Мы тогда начинаем накрывать стол, чтобы обмыть это все по-русскому обычаю, а я параллельно еще картинки вам покажу и песенку включу. Все, спасибо за внимание. Чья книга, я рекомендую сразу ее прибрать к рукам. Убери, а то уйдет. Огласите, что там вас ожидает, Светлана Лариновна. Света, что там, часть с теченешками или с тортом? Я еще принес фотографию Светланы, оригинальную живую фотографию. Кто хочет посмотреть, на этой фотографии видно, это тоже нам, друзья Николая и Светланы. В свое время он рисовал из Сан-Франциска. Какого-нибудь изумительного цвета селеного глаза. Вот это интересно посмотреть. Прошли, пожалуйста. Да, если там компьютерные и прочее, они могут подсказаться, а это, то можете, вы будете взять и держать, ничего не опасно. Вот. На фотографии, тем более даже пленку еще снято, давно получилось, представляете? Удивительное. Прекрасно, красиво, с такими глазами, прям завораживаю. Пожалуйста. Так, еще. Все, я думаю сейчас. Тебе, да? Нет, нет, нет. Мне интересно, что Светлана Васильевна не кинло, чтобы выглядел. Там еще был мадам. У меня много фотографий, я имею в виду. Страху я еще не набрался столько.